Привет, друзья! Друзья, у нас сегодня не просто обзор, у нас обзор новейшего прицела от компании Пульсар, который не был до этого момента представлен ни на одной выставке. Никто про него ничего не знает. И сегодня мы с вами впервые с ним познакомимся. Итак, звучит барабанная дробь, я открываю кофр. Друзья, это прицел, который называется Пульсар Диджест. Это цифровой ночной прицел, который можно использовать как в темное, так и в светлое время суток. Сердце прибора – чувствительная СМОС-матрица HD-разрешение, такая же, как и у Пульсар Диджисайт Ультра. Разрешение ее 1280х720 пикселей. Чувствительность матрицы высокая. В сумерках и при наличии луны и звезд на небе прицел может обходиться без внешнего ЭК-осветителя, который поставляется в комплекте и крепится вот на это крепление на трубу. Сам прицел монтируется на кольца 30 мм, так же, как и любой классический дневной прицел. Использование в качестве крепления колец 30 мм позволяет установить этот прицел на любое, даже самое экзотическое оружие. Оптическое увеличение у прицела равно 4. Так же, как у всех прицелов Пульсар, имеется цифровой зум 2,4. Таким образом, максимальная кратность этого прицела равна 16. Прицел оснащен функцией видеозаписи. Записанное изображение можно передать на компьютер с помощью USB кабеля, а на смартфон или планшет, используя протокол Wi-Fi. Корпус прицела металлический. Он легкий и прочный одновременно. Покрытие износа стойкое. Можно надеяться, что прицел сохранит достойный внешний вид долгие годы. В прицеле имеется обширный набор прицельных сеток. Некоторые из них аналогичны прицельным сеткам и оптических прицелов с расположением прицельной метки в первой фокальной плоскости. Первая фокальная плоскость обеспечит постоянные угловые размеры сетки при любом увеличении, что позволяет оценивать габарит цели, а также вносить поправки для стрельбы на любой кратности. Прицельных сеток в прицеле 10 штук. Помимо формы прицельной сетки, есть возможность поменять цвет сетки на выбор 8 цветовых комбинаций. Традиционно для прицелов Пульсар и ЮКОН имеются функции при стрелке одним выстрелом. Приводить к нормальному бою можно как на базовом увеличении, так и на цифровом зуме. При этом на максимальном увеличении цена клика будет менее 0,1 угловой минуты. Стрелковых профилей тут также традиционно 5. В каждом можно сохранить по 10 значений. Имеется режим «Картинка в картинке». Это такой режим работы прицела, при котором на экране окуляра появляется небольшая область для высокоточного прицеливания. И одновременно остается доступным обзор всей стрелковой поляны на основном экране. В прицеле используется инновационная система питания. Она представляет из себя тандем двух аккумуляторов. Первый аккумулятор расположен в корпусе прибора, он несменный. Второй аккумулятор сменный, он ставится в батарейный отсек. При истощении этого аккумулятора прицел автоматически переходит на работу от аккумулятора внутреннего. Если заменить сменный аккумулятор на свежий, то прибор также автоматически переходит на использование внешнего аккумулятора, причем без выключения. Поле зрения широкоугольного окуляра составляет 30 градусов. В паре с AMOLED-дисплеем HD-разрешения окуляр дает высокий уровень визуального восприятия изображения. Включается прицел мгновенно. После нажатия на кнопку включения прицел готов к работе менее чем через 3 секунды. Управление функциями прибора происходит с помощью кнопок на окуляре. Тянуться никуда не надо, кнопки расположены близко к стрелку, все очень удобно. Ударная нагрузка, которую выдерживает этот прицел, составляет 6000 джолей. Таким образом, этот прицел можно использовать не только на гладкоствольном оружии 12-го калибра, но и на нарезном оружии до 375-го включительно. 308-й, 306-й и так далее. До 6000 джолей. По поводу температурных режимов. Прибор рассчитан на температуру от минус 25 до плюс 50 градусов. У прибора есть встроенный стадиометрический длинномер, который позволяет вам оценить дистанцию до цели примерно. Также есть индикатор угла завала. Интересно реализован здесь наглазник. Наглазник съемный, он на магнитах, очень удобно и бесшумно он ставится, и также удобно и бесшумно снимается. То есть, если кому-то удобно использовать прицел, установив его далеко от глаза, как классический оптический, то наглазник можно снять. Риска получить окуляром в лоб? Нет. Если кто-то привык использовать прицел вплотную к глазу, то наглазник можно поставить. В общем, вот так вот удобно снимается наглазник, вот так вот удобно он одевается. А теперь давайте посмотрим, что находится в кофре вместе с прицелом. Во-первых, сам прицел. Вот он. Кстати, забыл сказать, что у прибора есть фокусировка объектива, есть отстройка диоптрий. Также объектив закрыт крышкой с отверстием. При ярком свете лучше использовать объектив с закрытой крышкой, так картинка будет более четкая. Ну, в темное время суток крышку лучше открыть. Поехали дальше. ИК-осветитель, который поставляется с прицелом, он монтируется на трубу прицела. И в зависимости от модели, может быть снабжен диодом 800 нанометров, либо 900 нанометров. Видимый, невидимый, условно. Вот так он выглядит. Также поставляется зарядная станция для аккумуляторов. И аккумуляторные блоки. Я уже говорил, что в прицеле два аккумулятора, один встроенный, один мы ставим внешний. Вот так вот это делается. Вот так вот это делается. И закрывается стандартной крышкой. Вот. В комплекте идет стандартный аккумулятор. Будет доступен в виде опции, которая покупается отдельно. Аккумулятор расширенный. Он более высокий. И он вот так вот будет выпирать. Для того, чтобы его использовать, в комплекте дополнительно есть крышка для аккумулятора расширенного. Она вот больше. Вот так вот выглядит расширенная крышка. А вот так вот стандартная. Вот. Так. Что еще у нас есть? Есть у нас наглазник. Как я говорил, он на магнитике. Очень удобно. Вот так вот он одевается бесшумно. И вот так же он бесшумно снимается. Вот. Так же в комплекте есть вилка 220 вольт. Проводок для подключения к компьютеру и к сети. И салфеточка. Друзья, мы еще продолжим работу с этим прицелом. Сегодня мы сделали небольшой обзор на ногах. Я рассказал про его возможности. Что это такое. В ближайшее время я надеюсь пострелять с этим прибором. Проверить его на разных дистанциях. Использовать в темное время суток. И с всем этим я обязательно с вами поделюсь. А на сегодня все. Если есть вопросы, задавайте их в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok